Конечно, эмоции сегодня зашкаливают. И мне кажется, даже эмоций было больше у тех, кто стоял по обочинам, кто смотрел, кто болел. Представляю, что там девчонки за рулем чувствовали. Просто мега, наверное, эмоции были. Девчонки вообще все молодцы, потому что реально мы не ожидали, что они так шикарно прокатятся. Я вот честно, наверное, теперь буду каждый выходной сюда со своей роднёй приходить. Классно, мне понравилось. Уважаемые участницы, поздравляю вас с завершением гонок. Поздравляю с победой вторую команду. Давайте им поаплодируем. Это был сильный трэш, сильный экшен. Итак, друзья, команда номер один сейчас приступит к голосованию. И хотелось бы передать вам привет от мистера Икс. Мистер Икс следил за вашими фотографиями. Спасибо всем, кто откликнулся. Возможно, будет какое-то наказание для неучаствующих со следующего раза. Итак, уважаемые участницы, мистер Икс отдает свой иммунитет Анастасии Гусевой. Давайте поаплодируем. Вы знали, вы видели фотографию, да? Будет отличная подборка. Мы сейчас работаем. Уважаемые участницы, команда номер один. Прямо сейчас приступаем к голосованию. Ну подождите, дайте мне хоть это. Обсудим. У нас не было дверей. Женя, ты хотела против меня голосовать, да? Мне Юлия Равинова говорила. Юлия Равинова, типа, давайте сдадим рокировку против меня. Ты говорила ей? Юлия Равинова? Да. Что ты имеешь против меня? Просто не надо говорить, знаешь, Кать, когда мы с тобой вроде нормально общаемся, ты мне говоришь, что вроде мы нормально с тобой хорошо общаемся, и потом ты говоришь на камеру... Катя, ты что, это неприятный человек. Мне просто неприятный человек. Ты же не, в 90-е годы. Катя, давайте с тобой, да, в судике, ладно? Все, просто я тебе говорю. Вот просто это лицемерный человек. Катя, сука, просто лицемерный человек. Я не хочу с ней общаться. Юля, а это так-то некрасиво. Все, пошли тебе голосовать. Женя, послушай меня. Слушай меня. Мне она написала, сказала, мне сказали. Кто сказал, я не знаю. Что, это будет? Давно уже, в основном, что за кого-то голосуют, кто-то не обижается, чтобы потом не давать. Так это не я, я говорила. Ну, а все решили, кто четверть человек, чтобы поделизовать, если ты не знаешь информацию, потом тебя же она и выпьет. Улыбайся ей дальше. Все, пошли тебе, короче. Так, уважаю, проигравшая команда, на голосование по одной девочке. Я жду вас за гаражами. Ты что, Дветлайчик, успокойся. Что вы начинаете? Что вы перестаньте, понешь, что ли? Давайте вы с ней поделитесь, а я слегкаю. Я лучше с ней поделимся. Давайте с ней поделимся. Я буду, наверное, козлом, ну, а на Галине Федорова. Почему? Потому. Ты не хочешь? Нет, я не буду комментировать. Мне кажется, все поймут. Блин, это вообще очень сложно. Просто я очень хорошо стала общаться со всеми девочками. Ну, это игра, это проект, это серьезное правило. Просто скажи имя, можешь уходить спокойно. Я не знаю просто, против кого голосовать. Давайте проголосую против Олеси. Просто вообще ничего личного. Я голосую против Олеси. Вот так просто и уверенно. Да. Мы можем узнать причину. Я считаю, что надо закончить начатое. Мы уже один раз ее... Пытались? Да. Не получилось. Ее спасли? Почку. Ну, пусть Алена будет. Просто наугад? Да. Пусть Алена будет. Без причины наугад. Да. Меньше вероятность, что ее выберут. А ты не боишься, что случайно наугад тебя назовут все остальные участники? Меня уже наугад один раз называли. Я уже не боюсь. Серьезно. Девочек еще много, а уже не знаю, против кого голосовать. Почему? Сейчас произошла такая не очень приятная ситуация. Какие-то... У нас вот... Я заметила в последнее время какие-то рокировки все происходит. Девочки собираются группами. И кто-то там что-то... В общем, я сижу отдельно, живу своей жизнью. И тут оказалась в эпицентре просто это. Просто про меня сказали, что я кому-то там что-то сказала. Короче, было жутко неприятно. Я вообще не хотела оказаться вот именно в такой ситуации. Но получилось, что оказалось. При этом я ничего не сделала. И я, наверное, отдам свой голос против Жени. Потому что это неприятная ситуация получилась именно с ней. И, насколько я знаю, как бы человек, который может предлагать претендентов на вылет, я считаю, что должна девочка каждая решать. А не взять там объединиться с кем-то и выгнать кого-то. Ну, против Юлии Воробиновой. Можно бы узнать причины? Я не знаю, я просто сказала. Ну, в принципе, я как бы не могу голосовать против кого-то. И именно с ним хорошо общаюсь. Ну, с ней меньше всех общаюсь. Поэтому, наверное, не знаю этого человека. Больно хорошо для других. Худшего, я считаю, это будет, наверное, Галина Мефедова. А ты уже свой голос отдаешь? Нет. Против нее? Да. Можно так. Ничего страшного? Твое решение? Ну, на мой взгляд, мне кажется, она справилась хуже всех. С сегодняшним вам премиумом. С сегодняшним. Я даю против Юлечки Воробиновой. Почему, да? Объяснять или можно оставать уходить? Ну, просто она скоро собирается со своим молодым человеком на море. Пускай едет. Счастливой дороги. Конечно, путевка будет не такая шикарная, как у нас, но... Ну, у вас-то соли летки, естественно. Соли летки. Нет, огород, грядки копать я просто давно не видела. Огород, поэтому... Анастасия Попова. Почему? Она со мной не общается. Лично неприязнь, как-то думает. Итак, уважаемые участницы, по итогам голосования две девушки из проигравшей команды набрали одинаковое количество голосов. Вам дается возможность выбрать одну из них, кто покинет проект. Это две девушки. Суханова и Мефедова. Суханова. Думаем сами. Это кто такая? Нет. Подождите, суточку ее давай. Я за Суханова. Еще одна. Кто такая? Галя. Галя Мефедова. Я за нее что-то раз голосовала, и в этот раз. Я, короче, за нее. Я за Лизу не буду голосовать. Я не знаю. А что, по одному будут спрашивать? Я за Галю. Решайте сами. Мне привать вообще. Нет, надо все вместе. Один голос. Да, один голос. Я для себя решила. Я тоже для себя решила. Давайте голосование. Все. Давайте, кто против Гали. Тихо вы. Кто против Гали? Я с Лесей общаюсь. Ну, тебе, конечно, нельзя. Что Галя-то? Она на шпагат садилась. Вы так долго соображаете, прям, я вообще не могу. Ладно, давайте. Нет, вы хотите? Все, давайте, говорите. Кто за Олесю? Большинство. Кто за Олесю? Поднимите руку. Кто за Олесю? Это не я. Один, два, три, четыре, пять. Мне так-то больше всех от ее мужа достается. Это не я. Все. За Олесю. Все, доставай большинство от ее мужа. Если что, я от Галя. Я за Галя. Нет, нет. Все, давайте. Все, давайте, мы готовы. И девочери, вызовите, кто покинет проект. Итак, уважаемые участницы, голосование завершено. Наш проект покинет одна замечательная участница. И девочери, вызовите, кто покинет проект. Тихонечка. Галя! Олеся. Олеся Суханова. Жалко, я буду с ней расставаться. Олеся Суханова. Саша Леся, расскажи, чего может не хватило, а может быть ты знаешь конкретную причину? Причину все знают. Мы бы хотели узнать. Вы? Вы не зайдите в группу ВКонтакте, в Мистэнтэ. Всем не нравится мой муж, я этому не удивлена, потому что он очень интересный человек для меня и для тех людей, многих людей, причем которые его знают. Но раз девочек многих задевает, правда в лицо, это их мнение. Почему-то, я не знаю, конечно, под удар я попала, у нас с ним мнения где-то сходятся, где-то расходятся. Я лично никому ничего неприятного не делала, никаких сплетен, никаких интриг, абсолютно ничего не было. Но раз они такого мнения пускают, будет на совести всех. Если есть желание, можешь кого-нибудь обнять, поцеловать. Улечки! Вообще, никто там не отвечает, кто-то еще раз, не обижайся, ладно? Я заплачу. Дядя, 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 Дядя. Дядя, 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 Дядя. Дядя, Дядя, Дядя. Видишь? Я просто... С чего начинается отдых С красивого отеля Роскошного пляжа Счастливых мгновений, которые хочется повторить снова и снова Пегас Туристик – новая высота вашего отдыха Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова